Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы будем разбирать вот такой вот глок, на который я делал обзор, анбоксинг недавно. Глок мы сегодня будем разбирать и смотреть, что он сделал, и вообще смотреть, какие в нем части, как он работает. Значит, для того, чтобы разобрать этот глок, нам понадобится вот такая вот отвертка и вот такой вот мультитул. Хотя, я думаю, даже нам понадобится просто отвертка и плоскогубцы. И давайте же начнем его разбирать для начала. Я думаю, мы его разрядим полностью, чтобы все убедились, что он разряжен. Вот, как же все. Первым делом, я думаю, нам нужно вытащить все вот эти вот шпильки, которые у нас находятся одна на затворе и две у нас на части ручки. Здесь, я думаю, еще одна должна быть шпилька, но ее здесь нет по какой-то причине, ее как бы не было здесь даже, когда он приехал. И, чтобы вытащить шпильки, нам нужно просто их вот так вот отверткой протащить и запомнить, откуда они у нас вылезли. Потому что они у нас тут, я думаю, будут разного размера. Пистолет это я еще не разбирал никогда, так что это все будем делать в первый раз. Операция будет на знание разборки настоящего глока, который у меня появились из интернета, поэтому я надеюсь, что все будет нормально. Я думаю, что сначала нужно будет разобрать затвор, и чтобы это сделать, нам нужно, как в настоящем глоке, его подать вперед каким-то образом. Единственный выход, я думаю, это вытащить вот эту вот шпильку. Ух, так хорошо. Так, она у нас вылетела сразу же, ладно. Мы вытащили эту шпильку и вытащить вот этот бэкплейт. У нас выглядит вот таким вот образом. Классный бэкплейт. Я думаю, его можно сейчас уже подать вперед в затвор. Давайте же попробуем это сделать. Ага, так, хорошо. Как его вытащить? Может, зарядить его? Так, хорошо, прогресс. У нас вот это вытащилось, шняга. А теперь у меня заряженный пистолет. Если я нажму случайно на спусковой крючок, он сломается. Я думаю, мы сейчас его разрядим. Вот таким вот образом на спусковой крючок я нажал. Все, теперь он разряжен. Или может снять вот эту вот штучку. Давайте попробуем вот этот вот вертеть болтик. Саморез точнее. Так, по идее, теперь можно будет снять вот эту вот крышечку. Потому что это у нас чисто декоративное. Так, хотя нет, не все так просто. Так, вот здесь я думаю, нам понадобится плоскобушку. Так, так, хорошо, прогресс. Хорошо. Ага, все, затвор мы сняли. Хорошо, ладно. Так, тихо, чтобы ничего не развалилось. В общем, вот такой вот он затворчик у нас. Я сейчас поближе его еще покажу. И у нас отсюда вылезла пружинка вот здесь снизу. Поэтому пусть она здесь пока что побудет. И вот такая вот крышечка, которая у нас была вот здесь вот прямо над стволом. Мы ее положим вот сюда. Я думаю, что ничего у меня тут не сломается, пока я обозреваю затвор. Затвор у меня вот такой вот. То, что я его вытащил, значит, что можно будет его, может быть, модифицировать как-нибудь. Вот так вот он выглядит. Кстати, вот мушку заднюю, это я сделал корректором, сам нарисовал ее. Поэтому вот так она пореалистичнее, поприкольнее выглядит. А затвор у нас вот такой вот он сделан из пластика. И выглядит он очень-очень даже красиво и эстетично, на самом деле. Мне очень нравятся такие вот такого типа части прямо такие. Ну, просто вот коробка. Положим ее пока что вот сюда. И начнем разбирать, я думаю, тело этого Глока. Так, я думаю, для начала, я думаю, надо каким-то образом вытащить вот эту часть. Ага, я был прав, я был прав. Вот, хорошо. Хорошо, это у нас, собственно, и боек как раз. То, что именно бьет по шарику, когда он улетает из пистолета. А, слайдлок, кстати, вот у нас он болтается. И он у нас зафиксирован на вот этой вот шпильке, которую я пока что не буду вытаскивать. Так как я вытащил вот эту шпильку из тела, я думаю, что вот эту часть сейчас можно будет вытащить. Ага, ее не вытащить, потому что она у нас привязана к этой части. Хорошо. Так, хорошо. Выпал он у нас, слайдлок выпал. И давайте же вытащим эту шпильку. Теперь, я думаю, можно попробовать вытащить ствол. Таким вот образом он извлекается. Ствол у нас выглядит вот так вот. Красиво, я думаю, его можно разобрать еще дальше. Поэтому мы сейчас посмотрим, что с ним можно сделать еще. И остается у нас вот такая вот база. Выглядит вот так. Сейчас, я думаю, можно попробовать вытащить вот эту часть. Она у нас вылезает потихонечку, но она не вся вылезает, потому что она все еще прикантована вот сюда. А это я не знаю, как вытащить. Это я думаю, что сейчас надо будет опять отверчивать что-то. Так, это выглядит, как будто я могу его просто вот так взять и вытащить. Да, да, хорошо, я был прав. Значит, это у нас под стволом утяжелитель. А это я могу вытащить? Нет, это я не могу. Так, дальше у нас здесь еще один саморезик, который можно попробовать вытащить. Побольше, чем тот же, что держал крышечку затвора. Мы его поместим вот сюда. Сейчас можно попробовать вытащить вот эту всю конструкцию. Да, но она уже не держится у нас почти что здесь. Я думаю, нам придется отвертеть все-таки здесь еще один саморезик, вот этот маленький. И попробовать разобрать механизм блокировки спускового крючка. Так, хорошо, очень маленький саморез, самый маленький саморез. Потом у нас здесь металлическая вот эта шняшка. Она у нас отсюда идет. Да, это у нас можно вот так вот раз и вытащить, да? Да, хорошо. Ой-ёй-ёй-ёй. Это у нас металлическая, знаете, такая, сейфти. Что-то я не помню, каким образом она у нас тут стояла. Вот так вот или вот так вот. Но я думаю, что я на видеозаписи посмотрю, если что. Так что вот, сейфти. Значит, вот это все я сгруппирую, чтобы оно у нас было тут. И это все дело сейчас можно вытащить со спусковым крючком. Таким вот образом. Это у нас тоже какой-то сейфти лок. Шняшка на вот это все дело. Так, и вот эта первая вся фронтальная часть у нас теперь вытаскивается. Значит, это все можно вытащить вот таким образом. Так, это у нас открепилось сразу же. Хорошо. Это у нас вот спусковой крючок. И вот это у нас вот металлическая часть, которая при нажатии спускового крючка спускает вот эту часть, которая у нас подает воздух именно на шарик, чтобы он выстрелил на нас. В общем, вот здесь у нас нажимается спусковый крючок. И вот эта часть, она у нас приземляется ниже. И таким образом у нас отпускается какая-то из этих частей. И у нас выстреливается с помощью пружины, выстреливается баек, который ударяет по шарику. Это мы тоже потом разберем. Так, здесь у нас, я думаю, уже больше ничего нельзя разобрать. Разбирать выброс магазина, я думаю, что я не буду. Потому что он у меня идеально функционирует. И если я его разберу, я думаю, что собрать его будет очень сложно обратно. Вот. Это, я думаю, единственная часть, которую я не буду разбирать. А так пока что вот. Вот именно вот так выглядит у нас рукоятка. Давайте я включу свет. И вот как виднее. Так, ну ладно, отлично, молодец, конечно. Мне все повыпадало, я когда это делал. Так, значит, это откуда-то выпало. Я думаю, что вот отсюда откуда-то. Вот у нас спусковой крючок вот такой вот. Двигается у нас вот так. Я думаю, что разбирать здесь еще что-то я не буду. Ну вот, единственное, что вот такую вот эту маленькую часть можно вытащить. Но тут понятно, в принципе, все, что как работает. Парочка металлических частей, парочка полимеровых. И я думаю, что все, здесь больше ничего интересного нет. Эта часть сегодня не скрипит, что очень-очень хорошо. И, в общем, вот такой вот спусковой крючок. Давайте его вставим вот эту вот часть обратно как-нибудь потом. И давайте разберем баек. Собственно, здесь у нас вот такая вот штучка, которая у нас упирается вот сюда вот. То есть вот так она стоит у нас в пистолете. Дальше у нас идет пружина. И, по идее, там внутри. Ага. Вот. И как раз и баек. То есть вот это у нас, так сказать, кейс для байка. Это у нас сам баек. Сделан у нас из резины. Весь он смазанный у нас. И здесь у нас на нем есть пружинка, которая его пушит обратно. В общем-то, вот такая вот конструкция. Я думаю, если вы очень бы хотели, то можно было бы сюда сделать какой-нибудь наконечник. Вот сюда вот. И чтобы когда баек возвращался назад, он выбивал пульку из дома. Но это уже модификация. Это, я думаю, что нелегально. Так что, собственно, как это все дело выглядит. Вот так оно обратно собирается. И сверху еще вот эта шняга. И все это запирается вот этой вот частью. Когда вы заводите затвор назад, вот эта вся часть, она двигается назад. Вот таким вот образом. И вот эта вот часть, вот это ребро, запирается об это вот ребро. Вот это внизу. То есть вот это ребро, а вот это ребро. И потом, когда вы нажимаете на спусковой крючок, спусковой крючок нажимает на вот эту вот часть, которая в свое время отпускает вот эту вот штуку, которая отпускает вот эту вот штуку и боёк у нас идет вперед, подавая воздух через вот эту вот трубочку, выстреливая пульку из пистолет. В общем-то такой вот очень простенький механизм, я думаю давайте попробуем этот весь иголок собрать обратно, я думаю сейчас это будет вообще ужасно делать, потому что частей здесь очень много, я не знаю даже не помню куда это все вставлять. Пока он разобранный кстати, я думаю что я его сейчас почищу каждую из частей и можно посмотреть даже куда у нас вставляется магазин, здесь смотрите вот когда вставляете магазин, он у нас вот так вот высвечивается здесь и выходит аж до почти до самого конца рукоятки, вот так вот. Давайте я сейчас очищу это все дело, потом мы его соберем обратно. Я не показал вам вот абсолютно, что вот где у нас сидит патрончик, пулька в стволе, смотрите собственно если вот это у нас ствол и в нем есть вот такая вот прорезь, сейчас покажу, здесь есть небольшая прорезь. Вот это вот, вот этот небольшой слот это у нас я так понимаю под пульку, чтобы когда в магазине есть пулька, то есть магазин у нас когда встали он вооружен, он у нас подходит вот сюда и пулька у нас сидит как раз здесь. Когда вы передергиваете этот затвор, вот эта вся огромная часть она у нас идет назад, да и заряжает вот эту вот маленькую сзади когда затвор возвращается он вся вот эта большая махина она возвращается а порожек остается и значит когда она возвращается отсюда она забирает вот этой вот вот этим вот гребешком она у нас подцепляет пульку и таким образом забивает ее ствол она пулька у нас прокатывается из магазина вот сюда внутрь и там уже внутри она снизу вверх заходит у нас вот сюда вот в дуло и собственно когда это происходит у нас вот в таком вот положении эта трубочка стоит и через эту трубочку как раз у нас и дует ветер который у нас при спуске спускового крючка производится вот этим вот байком и собственно пулька выбивается через вот это отверстие выходит воздух в пульку которая у нас стволе и пулька вылетает отсюда таким удобным это все дело работает забыл вам показать но сборку данного блок обратно я решил ускорить чисто потому что это то же самое что и разборка только сборка если вы хотите чтобы я выложил часть со сборкой полностью то пишите в комментариях обязательно я ее выложу но видос последнее время не выходит на канале потому что сейчас у меня довольно сложные времена все это дело из-за школы потому что через три месяца у меня будут мои финальные экзамены которые помогут мне перевестись в университет и которые можно сказать окончательно завершат мою карьеру в школе поэтому ничего пока что не выходит и точить мне сейчас пока что ты очень бессмысленно это огромная трата времени которую я пока что не могу допустить хотя я очень 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 хочу снова начать делать оружие сейчас это пока что можно сказать невозможно потому что экзамены и потому что сейчас просто нет у меня времена на все это дело но как только у меня появится время, я думал, что я к этому делу вернусь, потому что я действительно люблю это делать. Надеюсь, когда я вернусь уже с подделками на этот канал, начну заново делать подделки, к тому времени мы можем набрать 100 тысяч подписок, потому что сейчас уже примерно 80 тысяч, и просто хотел бы сказать насчет этого пару слов. Это просто жесть. Я не знаю, что такого вы во мне нашли, и что вы такого нашли в моем канале, но я очень рад тому, что мы настолько близко сейчас находимся к 100 тысячам подписчиков. Это действительно очень такой, знаете, знаменательный момент в истории моего канала, потому что когда я стартовал, когда я только начинал записывать видео, я не думал, что такое когда-то может случиться, и уж точно не думал, что люди просто будут смотреть мои видео, ставить лайки и писать комментарий. Это вообще как-то для меня казалось недостижимым. И вот в 2020 году моего канала 80 тысяч подписчиков, и осталось всего 20 тысяч до 100 тысяч, и я сижу, и просто не могу поверить тому, что происходит, потому что сейчас у меня на канале очень много людей, которые постоянно оставляют комментарии, постоянно как-то интерактируют с моим каналом. это очень-очень классно, но это немножечко даже странно на самом деле, потому что каждое утро я просыпаюсь и на своем телефоне чекаю приложение Creator Studio, там где у меня показаны все комментарии, и читаю каждый из ваших комментариев. Некоторые люди пишут нормальные отчеты, некоторые люди не очень, некоторые не пишут вообще. В общем, у меня много всего всякого разного в комментариях, и это очень круто. Пожалуйста, оставляйте комментарии, лайкайте видео, интерактируйте, пишите мне в ВК, делайте все это, как вы это делали на протяжении уже пяти лет, на протяжении которых мой канал существовал. Спасибо вам, ребята, за то, что вы со мной. Я не знаю, почему вы со мной, но спасибо вам за то, что вы все еще смотрите мой канал. И я надеюсь, что скоро я смогу снова снимать тот контент, от которого все началось, тот контент, которого вы ждете. И надеюсь, что у меня на это все будет достаточно времени. Итак, чтобы собрать затворчики, я думаю, нам нужно это все сделать так, чтобы оно у нас так вот линейно насаживалось, чтобы все пазики попали в пазики, в которые они должны попасть, и это все дело должно продвинуться назад. Так, хорошо, очень аккуратно. Главное, чтобы вот эта вот пружинка упала у нас вот на вот этот ободок прямо здесь, на фронтовой части затвора. Так, все, отлично, затвор зафиксирован. Сейчас можно вставить бэкплейт обратно таким вот образом и зафиксировать его последней шпилькой. Блин, вспомнил, как называется. Так вот, и забить его. Так, хорошо. Все, и наш пистолет готов. Он полностью собран. Сейчас даже вставим в магазин и проверим его на его функциональность. Я надеюсь, что у него ничего не отвалится, ничего не сломается, пока я это делаю. Давайте же проверим его. Слайдлок работает идеально. Это я держу слайдлок. Это я не держу слайдлок. Вот, хорошо. Давайте нажмем на спусковой крючок. Еще разок. Хорошо. Все работает идеально. Ничего не скрипит. Слайдлок работает вообще идеально, на самом деле. Даже лучше, чем до моей разборки. Вот такая вот разборочка блока. Всем спасибо огромное за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если у вас есть какие-либо интересные идеи, пожалуйста, оставьте их в комментариях. Если хотите увидеть больше такого контента, обязательно напишите тоже в комментариях и подпишитесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр данного видео и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok